Продолжение следует... В нашем совместном служении, потому что и мы, и вы вместе совершаем это служение. Вы поддерживаете меня как миссионера, а также не только поддерживаете, приезжали великие луки и молодежь, и не только молодежь. Брат Михаил Авдеев приезжал не раз. И слава Богу за это служение, которое вы совершаете, за те приезды, которые были, проводили лагеря, общение, просто ходили к неблагополучным семьям, делали подарки, встречали, общались с людьми. Потому что, как я уже говорил, когда мы приехали, там не было баптистов, мы сектанты какие-то откуда-то появились. Но слава Богу, что у людей меняется представление, потому что встречаются, общаются с людьми. И то, что вы делали, проводили эти лагеря, эти дети уже подросли, и слухи по городу расходятся. И мы также совершаем служение и с детьми-сиротами, и в детском доме, в приюте проводим служение на праздники. И вот имеем такую возможность, и нам разрешают, ну и в детском доме только на праздники, и в такие дни. Также группы имеются у нас, и такая тоже радость. Сейчас трое педагогов приходят на занятия по изучению Библии. И знаете, сердце радует, что таких прилежных учеников не было. Я сам не был прилежным учеником, когда в школе учился. Вот педагоги как-то трепетно относятся к этому, к изучению Библии. И когда приходят, все записывают тщательно, там, священное писание читаю вместе, все. Вот, даю задания, приходят, мы все выучили, мы все повторили, вот, и перескажут. Вот, и мы утром проводим, они работают с 12 часов, проводили занятия с 10 часов до 11, попросили пораньше на час можно перенести с 9, чтобы уже 2 часа, потому что мало. Вот, слава Богу. Вот, но есть такие страхи у них, когда уходят, мы, одна пойдет потом вдвоем дальше, чтобы не заметили, что мы вместе выходим, как бы от вас, потому что мы здесь, вот, у баптистов бываем. Вот, и молимся, чтобы Бог дал победить этот страх. И уже на служение двое приходят, одна еще боится. Вот, и молиться тоже за это прошу, чтобы приходили и на служение, и чтобы обратились к Господу. Вот, так же вот с цыганями начали такое общение хорошее. Он за наркотики привлекался, ну, чудом его не посадили. Вот, и он говорит, Бог мне дал второй шанс, спасибо, что я с вами встретился. Тоже изучает Библию, и он, и жена его изучают Библию. Вот, и родственники у них есть в Новосокольниках. Мы молимся за Новосокольники, чтобы Бог дал нам двери тоже, в Новосокольниках проводить служение. Потому что на юге Псковской области нигде больше церквей не было, вот, как только в Великих Лугах вот появилось. Вот, с Пустошки тоже недалеко от Великих Луг. Приезжает отец с дочерью тоже на служение. Слава и благодарны за это Господу. Вот, и сейчас вот фотографии, слайды, пожалуйста, включите. Вот, посмотрите о служении. Вот, молодежное общение у нас проводится. Вот. Это вот воскресенье школа. Вот, там цыганка с женой рядом. Вот, это благословение на воскресенье школы. Это благословение ребенка. Вот, покаяние было. Это в приюте было, это крещение было. Это провожали в армию брата. Это наставление креща ему было. Вот, тоже вот, молодая семья, благословение ребенка. Это дети пославляют Господа. А этот недавно проходил у нас тоже детский такой праздник для детей. Приглашали из верующих, приходили. Это сестринское общение. Тоже с Женей, к сожалению, собирались. Собрались. Тоже молодые жениться будут. Это из Брянска приезжали братья к нам с духовым. Это наша группа прославления. Вот, это на Рождество ходили по домам. Вот, и приветствовали. 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 Это выстро ездила молодежь наша. Это играли в городе. Девочки собирали сбор для операции на уши. Играли христианские песни. Это викторина была библейская такая. Вот, как раз и так, о служении, которое проходило у нас, и проходит у нас в Великих Луках. И хочу немного прочитать из Священного Писания, вот, и прививать к молитве у нас. Я прочитаю из Евангелия от Луки о сегодняшнем празднике. И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, которые видели они. Говоря, благословен царь грядущего имя Господня. Мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И здесь написано, когда они приблизились к спуску горы Елеонской, когда въезжали в Иерусалим, то множество народа окружало Иисуса Христа. И они прославляли Господа. Радость была в их сердцах. Они говорили, благословен грядущего имя Господня. И сегодня уже Виктор Александрович уже рассказал о том, что это был праздник для них. И люди приветствовали Иисуса Христа. Но Иисус Христос приближался в Иерусалим. И как и в Евангелии от Матфея говорится, и в других местах Иисус Христос говорил, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить. Перед этим незадолго Он говорил, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Иисус Христос предупреждал учеников Своих, что они восходят в Иерусалим, и Ему надлежит много пострадать, быть убитым, но третий день воскреснул. Но как только Иисус Христос сказал, для чего Он пойдет в Иерусалим, что будет происходить, подходит мать сыновей Завидеевых и чего-то просит у Него. Он спрашивает, чего ты просишь? Он говорит, чтобы мои сыновья, вот эти два, сели по правую и по левую сторону, в Царстве Твоем, во славе Твоей. Да и сами ученики просили Иисуса Христа об этом. Здесь дальше говорится, что спорили, кто из них больше. Но Иисус Христос сказал им, так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос четко и ясно говорил ученикам Своим, что Он пришел для того, чтобы искупить род человеческий. И они приближаются в Иерусалим. И завершается его миссия на этой земле, для чего Он пришел? Чтобы совершить подвиг спасения и искупления душ человеческих. И вот, когда они уже въезжали в Иерусалим, написано, множество, не только ученики, множество народа радовались. Они не думали о спасении душ своих. Что их радовало? Они вспоминали те моменты, которые были в их жизни при встрече с Иисусом Христом. Как Иисус Христос исцелял больных. Иисус Христос укращал бурю на море. Когда Он повелел умолкни, перестань. Сделалась великая тишина. И даже ученики говорили, кто Он? Что и море, и ветер повинуется Ему. Потом был момент, когда Иисус Христос воскрешал умерших. Было время, когда находились в пустынном месте. Иисус Христос накормил множество народа и раз, и второй раз. И они замышляли сделать Его царем. Нечаянно взять и провозгласить Его царем. Но Христос удалился, зная помышления их. И вот теперь они въезжали, Христос въезжал в Иерусалим. И они радовались. Они думали, теперь их планы сбудутся. Они воцарят Его, будет хороший царь. Будет делать то, что им нравится. Но когда мы читаем дальше. И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты хотя все сей день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Люди восклицают и радуются. Потому что они думают свои планы осуществить. У них свое видение на Иисуса Христа. Чем Он должен заниматься? Как Он должен обустроить их жизнь и прочее, прочее. Но Иисус Христос, приближаясь к Иерусалиму, заплакал о нем. Он знал, что будет с ним. И плакал о нем, что город будет разрушен. Детей побьют. Потому что вы не узнали время посещения моего. Иисус Христос пришел не для того, чтобы устраивать жизнь земную и людскую. Да, Господь и это делает. Но высшая цель прихода Иисуса Христа на землю, чтобы спасти от вечных страданий и мучений, от ада, куда люди пойдут, не примирившись с Богом. Но Господь сделал, совершил подвиг спасения и совершил искупление душ человеческих. Он умер на кресте и даровал спасение. Он умер за наши грехи, за наши преступления. Он сделался нашим ходатаем. И всякий человек, всякий грешник, каким бы он ни был, он может обратиться к Иисусу Христу и получить спасение и жизнь вечную. И мы свою жизнь должны доверять нашему Господу Иисусу Христу и за Ним следовать. У Него просить благословения и согласовывать нашу жизнь с Его волей. И Иисус Христос, когда шел на страдания и мучения, Он молитый, сказал, «Вот, иду исполнить волю Твою, Отче!» Он исполняет волю Отца Своего Небесного. Он знал, что с Ним будет. Он знал, что Он будет предан. Он знал, какие поругания над Ним будут. Что Он будет бить. Оденут венок терновый на голову и будет впиваться в тело Его. Но более всего Его отяготили грехи всего мира. Такой вот пример. Когда что-то свое такое, то нам становится больше понятно. Каждый из вас, наверное, встречал такое в жизни, что обвиняли неправильно в чем-то. Где-то кто-то, может, взял что-то, а сказали, что это вы сделали. Или кто-то где-то сказал на кого-то, а передали, что это вы сказали. И так обидно. Если бы что-то даже большее, не обидно было бы, да, это я сделал. А я не делаю этого, меня обвиняют. И дети так переносят, и взрослые переносят. Но представьте, Иисус Христос, в Ком не было ни малейшего греха, Он должен был взять грехи всего мира на себя. И Он не отказался от этого. Он шел к этому день за днем. И наступило время, когда Он приближался к этому. И Он не свернул, Он не остановился. И преобразом того был Авраам с Исааком, когда Бог повелел ему, принеси сына твоего, единственного твоего. И Бог говорит, которого ты любишь, Он знал это, в жертву мне. И Авраам встал рано утром и пошел. Возложил дрова на Исаака. И пошли. Пошли на то место, которое указал Бог. Так, Иисус Христос шел, чтобы совершить подвиг спасения и умереть за наши грехи. Чтобы нам быть оправданными и спасенными. Слава и благодарность за это нашему Господу. И, дорогие братья и сестры, будем молиться. Я хотел бы прочитать еще одно место из послания фессалоникийцам. Апостол Павел говорит, Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Дорогие братья и сестры, мне так приятно у вас, так приятно слышать это пение, славящее нашего Господа, когда вы вместе поклоняетесь Богу. Хотелось бы, чтобы у нас также распространялось Слово Господне, и церковь возрастала, и в нашем городе так славилось имя Господне. Я прошу, молитесь. Я благодарю вас за молитву, которую вы совершаете. И прошу, молитесь за наш город, чтобы Слово Господне прославлялось. Аминь. Господь, дорогой, слава и благодарность Тебе за милость и любовь. Слава и благодарность Тебе за дар спасения, который Ты подарил нам. Прошу и молю Тебя, Господь, благослови, чтобы наша любовь к Тебе все больше и больше возгоралась, чтобы служили Тебе, и славили имя Твое Святое, и были Твоим благоуханием. Благослови, Господь, дорогой народ Твой, живущий здесь, прославляющий имя Твое Святое, те, кто жертвует для славы Твоей, для распространения Слова Твоего. Благослови, Господь, дорогой, и наш город, и нашу церковь. Благослови, Господь, дорогой, чтобы Слово Твое распространялось, и были Твоим благоуханием. Аминь. Благослови, Господь, дорогой,